Всем привет! Это Универньюз в студии Лев Диденко. О событиях и жизни университета в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня в выпуске. КФУ совместно с Японским институтом Рикина разрабатывают вакцину от коронавируса. Учащийся лицея имени Лобачевского стал призером Олимпиады по химии. В Елабуге откроется первый в Татарстане дом научной коллаборации. 15 мая в шоуруме Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета пройдет инсталайф, посвященный приемной компанией в ВУЗ в 2020 году. На интересующие вопросы ответят проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Трансляция состоится на нескольких онлайн-площадках в Инстаграме КФУ, на сайте КФУ, а также на страницах Универт ТВ, во Вконтакте, в Ютьюбе и на площадке Твич. Задать интересующие вопросы можно будет в чатах социальной сети и видеохостинга. Начало прямого эфира в 14.00 по московскому времени. К другим новостям. Количество зараженных коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. В этот непростой период крайне востребованным становятся тесты на коронавирус, которые можно выполнять быстро и на месте, не отправляясь при этом в лабораторию. По всему миру ведется активная разработка экспресс-тестов. В условиях пандемии успешную работу гарантирует совместное сотрудничество, благодаря которому происходит обмен ценным опытом и знаниями. Вот уже много лет Казанский федеральный университет сотрудничает с Японским научно-исследовательским институтом РИКЕН. О последних достижениях в сюжете Дианы Желенковой. Разработка экспресс-теста на коронавирус остается одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. Ее обсудили 7 мая в ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синзо Абе. В этом плане продолжается активное сотрудничество в борьбе с COVID-19. Его успешность обусловлена договором о сотрудничестве России и Японии в виде многочисленных проектов. Он был подписан в мае 2016 года. В нем медицина обозначена одним из приоритетных направлений. По разработке экспресс-теста на коронавирус была достигнута договоренность об инвестировании через Японо-российский инвестиционный фонд, созданный в 2017 году на основе плана сотрудничества. В числе проектов, реализуемых в сфере медицины, имеется и разработка различных технологий для диагностики инфекционных заболеваний. Как сообщил в интервью для РИА новости посол Японии в РФ Кадзуки Тойохиса, этот проект японо-российского сотрудничества реализует три организации. С японской стороны исследовательский институт РИКЕН и компанией ДНМ Форум, являющейся венчурной компанией, основанной РИКЕН. С российской стороны Эйдос Медицины, являющейся венчурной компанией, основанной Казанским федеральным университетом. Сейчас, наверное, основная новость на полях российских и японских – это достаточно успешный старт совместной разработки быстрых ПЦР-тестов. Это как раз технология, которая зародилась в стенах института РИКЕН. Это возможность проводить лабораторную диагностику, то есть определять РНК вируса не за несколько часов стандартных процедур, а буквально за 15-20 минут. Казанский федеральный университет является партнерами Японского научно-исследовательского института РИКЕН с 2008 года. РИКЕН – это мировой лидер в науке. С 2014 года ведется совместная исследовательская работа в области медицины. В двух зеркальных лабораториях, одна из них расположена в КФО, а другая в РИКЕН, проводятся параллельные работы. Ученые работают над одной проблемой, но разными подходами. Так и ведется разработка тест-систем на коронавирус. В этом плане у нас очень хорошо получается, что университет имеет отношение на всех фронтах и с антителами. Действительно, Альберт Анатольевич работает с разработкой быстрых тестов на иммуноферментный анализ. А мы немножко имеем отношение к РНК-диагностике, то есть диагностике самого вируса. Напомним, в Казанском федеральном университете продолжается разработка вакцины против коронавируса. Также было проведено первое испытание тест-системы на COVID-19 под руководством профессора Института фундаментальной медицины и биологии Альберта Резванова. Японские коллеги из РИКЕН разрабатывают тест-систему для детекции вирусного РНК, то есть вирусного генома. Это позволяет определить наличие инфекционного агента, то есть самого вируса. Эта система наиболее эффективна для ранней диагностики коронавирусной инфекции. Наш коллеги разрабатывает систему, которая определяет наличие антител к вирусу. То есть это уже оценка иммунного ответа организма на вирусную инфекцию. Антитела обычно появляются уже через 2-3 недели. Эта система не очень хорошо подходит для ранней диагностики, зато, во-первых, позволяет определить переболевших людей, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией, а во-вторых, подтвердить наличие нейтрализующих антител, то есть антитела, которые блокируют вирус. И сыворотка, вернее, плазма крови переболевших COVID-19 может использоваться для лечения тяжело больных коронавирусной инфекцией. И Казанский федеральный университет совместно с Минздравом исполнителем Тарсан как раз сейчас участвует в создании банка плазмы переболевших COVID-19. И эта плазма будет использоваться для лечения тяжело больных пациентов. По словам Альберта Резвана, уже более 300 сотрудников университетской клиники КФУ прошли тест-систему, сдав кровь на наличие антител к вирусу. Что касается вакцины, в конце мая завершится лабораторный прототип вакцины и начнутся испытания на животных. Вакцинация пройдет на грызунах. Диана Жилинкова, Универниус. В Елабуге откроется первый в Татарстане дом научной коллаборации. Такие центры создаются по всей стране для дополнительного образования детей при вузах. В чем особенность Елабужского дома коллаборации и почему он открывается именно в Елабуге, узнаете в нашем следующем сюжете. Елабужский институт КФУ станет площадкой для открытия дома научной коллаборации. Федеральный проект реализуют с помощью гранта по направлению «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Центр будет включать галерею с портретами 100 ученых, лектории, учебной аудитории, проектной и опытной экспериментальной зоны, территорий для занятий творчеством. Он примет 400 школьников Татарстана на бесплатные программы доп. образования, связанные с изучением биотехнологии, робототехники и виртуальной реальности. В доме планируют проводить мероприятия проекта «Детский университет». Кроме того, там же пройдут обучение татарстанские педагоги. ДНК будет размещен в здании инженерно-технологического факультета. По словам директора Елабужского института КФУ Елены Мирзон, дом откроют на августовской конференции работников образования и науки, которая пройдет в Елабуге с участием президента республики Рустама Мениханова, а начнет работу ДНК уже 1 сентября. Камиль Гимаздинов, Айдар Нурмеев, Универ Ньюс. Аллея славы в ректорском садике КФУ пополнится новыми именами. Мемориальные таблички работников и выпускников ВУЗа планируют остановить, когда ситуация с коронавирусом станет лучше. На данный момент исследователям университета удалось обнаружить в архивах еще 103 имени. Подробности далее. Ректорский садик Казанского федерального университета пополнится новыми именами. В преддверии Дня Великой Победы было принято решение установить новые мемориальные плиты с именами выпускников и сотрудников ВУЗа, участвующих в Великой Отечественной войне. Сейчас на мемориальных плитах Аллеи славы начертаны имена 458 участников войны. Исследователи КФУ, проведя в архивах более 4 месяцев, смогли обнаружить еще 103 имени выпускников и работников ВУЗа, участвующих в Великой Отечественной войне. Мемориальные плиты планируют установить после того, как будут отменены усиленные меры против коронавируса, чтобы открытие мемориальных табличек прошло торжественно и со всеми почестями. Лев Диденко, Универ Ньюс. А вот учащийся лицей имени Лобачевского стал призером отраслевой олимпиады школьников по химии. Как проходила эта олимпиада и какие привилегии ожидают победители, узнаете далее. Учащийся 9 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Айдар Багаудинов стал обладателем диплома второй степени отраслевой олимпиады школьников Газпром по химии. Его результат составил 14,25 балла. Ежегодно ребята становятся призерами, получают дипломы, она проводится онлайн. И почему я говорю, есть более такие, ну мощные олимпиады, которые вот всероссийские, они проводятся сначала онлайн, а потом в разных точках, ну разных городах, кому где ближе, проводятся очный тур, откуда, так, как, ну в формате ЕГЭ присылают задания, да, распечатывают, дети делают, их работы сканируют и отправляют. Основными целями и задачами олимпиады является выделение одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, и планирующих свою профессиональную деятельность в газовой отрасли. С победителями отраслевой олимпиады школьников Газпром планируют заключить договор о целевом обучении. Лилия Баталова, Лев Диденко, Универ Ньюс. На этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч.